Приветствую вас, друзья, на нашем канале ТОИС ВОРОТ И сегодня у нас книжечка Говорящей Матяшки Возвращение блудного попугая Говорящая книжка с фразами из мультфильма Ну что, вас слушаем Выпуск первый Вечер Вовка делает уроки в зимней шапке Потому что в комнате вовсю Орёт телевизор Киша, сделай, пожалуйста, потешку Попросил Вовка И выключил телевизор Ах так, а вот и как строго Возмутился попугай И от обиды вылетел в окно Достала ночь Киша остался один во дворе и всю ночь Не сомкнул глаз Но вот и утро От доски попугай грустно запел И вдруг раздались аплодисменты Так Киша начал давать концерты Зрители с ним расплачивались едой Но с каждым днём Его слушали всё меньше Выступал-то он с одним и тем же Залегая как-то на ТОИКИ Каити, каити Передразнивал кот Нас и здесь неплохо кормят Однажды, перелетая с балкона на балкон В поисках еды Киша увидел Вовку И забарабанил в стекло Вовка! Вовка! Киша! Киша вернулся! Киша! Выпуск второй Было раннее воскресное утро Киша вышел погулять со щенком Во дворе каждый занимался своим делом А Киша никто не замечал Тогда он вскочил на ящик С ДОБРОМ УТРОМ ДОРГИЙ ТЕЛЕСКИ! ПРОВА! Воскликнула Ворона Но тут вышел толстый ленивый кот В фирменных джинсах и с плеером Оживал он бубль-гум, который надувал и с треском лопал Ха-ха-ха-ха-ха! Их вы, серый! Это же бубль-гум! Вернувшись домой, обделенный вниманием Киша Начал жаловаться Вовке За щенком гуляй! За собой упирай! Киша отвернулся и направился к выходу Прощай! Наша встреча была ошибкой И вот уже Киша нашел нового хозяина Сбылась его мечта Киша сидит на диване Смотрит телевизор слушает музыку. Ну, хорошо же, укупай, спасение. Пил джесс. Ванжат. Хвалился попугай Вовке по телефону. Вдруг раздались шаги. Новый хозяин был явно недоволен поведением Кеши. Я что, я ничего? Кеша входил в комнату-столик на колесиках с разными вкусностями и нечаянно пролил на парня сок. За это тот мгновенно упрятал попугая в клетку. Свободу попугая! Свободу попугая! Орал Кеша, раскачивая клетку. Наступила ночь. Кеша перебил прутья клетки и освободился. В отместку он подложил под дверь комнаты парня взрывчатку, но пострадал сам. Очнулся Кеша в своей постели, а рядом сидел лучший друг, Вовка. Выпуск третий. Наступило лето. Пыльное, жаркое. Кеша с завистью смотрел в окно на выезжающего на дачу кота. Все, с меня хватит! У всех лета, море, сон, один я. Возмущался Кеша, собирая чемодан. И вот уже Кеша на обочине шоссе. Рядом трактор остановился. Слушай, друг! Садись! Подезу! Какие? Спросил Кеша. Василий! Кеша милостиво протянул руку. Иннокентий. И запел. Поле! Русское поле! Проснулся Кеша уже в деревенском доме. Сбылась Кеша на мечта о вольной и счастливой жизни. Он довольно потягивался, выйдя на балкон. Как прекрасен этот мир. Но никто не обратил на Кеша внимания. Обитатели сходного двора были заняты своими делами. Тогда Кеша решил всех удивить. Он схватил зонтик на манер микрофона и подпрыгнул к улице. О, у вас припугление. Никого ждет? Мальчика или девочка? А потом так стал расплясывать, что всех перепугал. И в конце концов в колодец угодил. Ночь. Только Кеша не спит. И вот он уже на тракторе разгоняет обитателей двора. Трактор сметает все на своем пути. И устремляется вниз к реке. Эх! Медленно уходит под воду кабина. Все. Конец. Вовка ни о чем не догадывался, когда в квартире раздался звонок. Посылка. А внутри Кеша. Вот такая вот книжечка. Подписывай на наш канал. Ставьте лайки. Не забудьте комментировать. До новых видеообзоров.